Здравствуйте! Меня зовут Алексей Робоков. У меня на самом деле много разных званий в компании, но для данного конкретного ключа, наверное, интересен техникальный ангелист. И я все еще, к счастью, остаюсь инженерным. Соответственно, сегодня мы поговорим о мобильном бюро. Собственно говоря, у нас агенда очень маленькая, очень и мы пытаемся влезть в тайну. Сначала я хочу рассказать про реакцию. Ну, это важно, потому что, в общем-то, очень много мобильных девайсов в вакуальной реальности, просто девайс в вакуальной реальности, они оперируют по каким-то параметрам, там FOV, FPS, API и так далее. И если ты не знаешь, что это значит, ты можешь взять какой-то неправильный выбор, как технологии, на которые разрабатывать, так и самого девайса, на которого разрабатывать. Ну, так просто интересно радует. Кто-нибудь знает, что такое FOV? Первое, первое сокращение. Филдубью. Филдубью, отлично. Собственно говоря, вот Филдубью. Это как чистый конус, тот угол, который у человека, как вы можете наблюдать, в бинокулярной Филдубь, составляет в случае 15 градусов. И есть еще как бы монокулярные Филдубь, то есть это та часть, которую мы видим, вот край, так называемое, крайнее зрение. Да, вот палец я сейчас вижу только одним глазом. Соответственно, при этом наш мозг так устроен, что нам очень важно оба, нам важны оба эти параметры. И монокулярное, то что мы видим хорошо, и как бы вот боковое наше зрение. То есть, к примеру, если вам, ну не дай бог, как некоторым вот в лошадином спорт, знаете, такая штука, Шорли называется, да, вот, скрывает, а вам через, допустим, минут 15, если вы будете вот только вот так обходить, будет очень сильно нестандартно. Потому что мозг, в общем-то, привык получать эту информацию в том числе. Ну, собственно говоря, с левой стороны, вот, тут не очень хорошая, но это кролик. Это кролик. Сейчас я попытаюсь. Указка. Указка работает уже. Вот это кролик. И, как вы видите, у него филдокрил вообще очень маленький. То есть, делать в ритуальной реальности для кроликов гораздо сильно проще, чем для человека. Потому что 10 градусов, все ее кипят. в ритуальной. Следующие параметры у нас ДОК, так называемый. Ну, собственно, я так развиваю здесь все инженеры. Ну, здесь есть инженеры? Да, отлично, один инженер. Вот, это степень свободы. В общем-то, как бы, степень свободы считается очень просто. Если мы можем перевещаться по какой-то оси, да, мы ставим там один, там два, там три, и вращение вот в оси четыре, пять, шесть. Мы с вами живем в мире, где у нас шесть степеней свободы, в общем-то, в России. Почему это важно для шлейфов культурной реальности, я расскажу немножко позже. Хотя, на самом деле, нет. На следующий вот слайд. Здесь показаны два варианта членов. Один с тремя степенями свободы и один с шестью степенями свободы. Смысл следующий, что когда у вас шлем с тремя степенями свободы, и вы начинаете в физическом мире реально перемещаться, вся картинка двигается вместе с вами. А те, кто пробовали сегодня шлем, вот тот, который мы вам показывали, если пробовали ходить, могли заметить, что там шесть степеней свободы. Соответственно, перемещение внутри физического пространства, ведет за собой перемещение внутри второго пространства. КПС или Frame Per Second. Почему это важно, мы сейчас посмотрим на небольшом поле. Чем выше у нас скорость кадров, тем качественнее у нас доброты. Здесь есть ссором поверцания, потому что тут от веселого результата внимательна, тем не менее. Посмотрите, как пройдет просто классный ППС, и можно подругать вот перед ламени быстрого вылетающего. Почему важно при этом пояснить? И осуществить позже. У нас будет для этого стандартный слайд. Сейчас мы видим, что щекотки заканчиваются. Жарим тоже. Достаточно. ППС или Pixel Per Pitch. Это параметр, который определяет, сколько пикселей у нас находится в реальном размере нашего результата. Собственно говоря, очень простой пример. 10 пикселей на 2,5 см и 20 пикселей. Пиксель меньше, изображение получается более четким. Пиксель больше, изображение получается менее четким. Сейчас мы доберемся к этому, собственно, на сути. Как работает внезапно наша физика? У нас есть медикность? Кто-нибудь медик? Нет медика, отлично. Почему мы видим трехмерное изображение? Да, потому что левый глаз и правый глаз видят как бы две разные картинки за счет того, что они смещены. Мозг потом это все тело обрабатывает и нам выдают оригинальное изображение. Мы можем определять глубину предметов относительно глубины. То есть, допустим, люди, которым не повезло родиться с какими-то, ну, допустим, к примеру, один глаз не видит с детства. Они воспринимают мир вообще абсолютно по-другому. Люди, которые по каким-то причинам ослепли в взрослом возрасте, через какое-то время начинают более-менее привыкать к этому одномерному информационному миру, потому что мозг включает контрацентрику. И мозг у нас очень... Извините, я вам здесь показываю. И мозг у нас очень имеет большое в этом плане значение. Но как обычно. Честно говоря, о примитивной культурной реальности. Это говорит о том, что изображение строится для каждого глаза. Соответственно, с небольшими изменениями. И, как бы, ваш компьютер, ваша решительная система, она выполняет всегда двойную работу. То есть, это два отдельных глаза, два отдельных кадра для каждого отдельного глаза. Очень удачно, что из вас у нас два. То есть, с вами рендеринг. Таким образом проходит рендеринг в шлемах культурной реальности. Как бы, там... Ну, это очень, на самом деле, условная картинка. Но, тем не менее. То есть, изначально мы получаем картину мира, условно говоря, в культурной реальности. После этого мы репозиционируем в зависимости от того, куда мы с камерой нашей головы повернулись. А дальше есть такая очень прикольная операция, которая называется Lens Correction. В результате чего мы вот видим вот приблизительно вот такое вот изображение. Ну, или, допустим, предыдущий слайд. Вот вот эти вот штуковины, да. Что такое Lens Correction? У любого виртуального шлема есть параметры, короче, которые влияют существенно на рендеринг и на саму софтуарную часть, которая этот рендеринг дает. Соответственно, это расстояние до шлема. Ну, здесь на самом деле есть телефон, но не суть важно. Расстояние между зрачками, вот эта вот штука сейчас в большинстве шлемов виртуальной реальности, она уже чекается автоматически. То есть, есть специальный датчик, который детектит на каком расстоянии у вас находятся зрачки, потому что внезапно это тоже как бы разный параметр и, соответственно, рендеринг софтвера подстраивается под этого значения, перестраивается на рендеринг. То есть, кадры, если, допустим, по пленстриме, я делал, как пример, и вот наш самый молодой участник сегодня он родил шлем, и если мы делаем пленстримы этих кадров, а потом сравним, то это будут разные изображения, абсолютно. Ну, соответственно, там снизу сверху, как бы, где находится линза, да, и есть еще такая фига, называется Lagos Distortion Data. Это фактически то, каким образом вот эта вот линза искажает вот периферийную часть изображения. Зачем нам нужна, в принципе, линза вот внутри камеры? для того, чтобы реализовать Field of View. Если бы у нас линза не было, мы бы не могли бы, вот из того, что такое оно, ну, то есть, у нас все равно изображение, как линза, условно говоря. Для Field of View нам нужны вот эти вот параметры. что будет, если вот эти значения этих параметров FPS, TPI, Field of View будут маленькими? Том же стороны. Если бы, ну да, вот как-то так. Короче, будет, да, абсолютно верно, будет тошнить. Мозг сопротивляется тому, что он получает неправильным образом информацию. И реакция тошноты и его окружения – это естественная реакция организма на то, чтобы вы прекратили делать то, что вы делаете сейчас. То есть, там, почему… Ладно, молодой человек, когда они не вырастят и будут тоже старые. Почему плохо после алкогольного отведения по утрам? Утром выводит токсины из организма отравления. Поели плохой суп, корт. Не запоминай. Давай про суп. Поели плохой суп, испорщик. Да, утром стало плохо. Почему? Потому что организм выводит токсины из себя и при этом как бы дает, может, сигнал, что чувак, ты больше этот супчик не кушай. Потому что может быть очень плохо. Ровно точно так же, как бы, если будет все хорошо, если у нас высокие параметры, максимально, возможно, высокие, максимальное высокое разрешение, максимально высокие PPI и ROO, у нас, как бы, все прекрасно и все хорошо, все счастливы, никого не тошнит, никого не вкачает. Опять-таки, это тоже очень важный параметр вашего программного обеспечения, да, как бы, тошнит от него ваших пользователей. Или не тошнит. И вот здесь это в очень явном виде получается. Далее. Смотрим быстрее как абблигатуры вообще, которые существуют во всей этой фиге. Почему? Потому что, ну, тоже важно понимать, о чем мы говорим, да. Иногда там приходит и говорит, я хочу, чтобы вы не сделали там вот всю программу дополненной реальности. Ты начинаешь разговаривать, понимаешь, что у него дополненная реальность это одно, а у нас дополненная реальность это другое совершенно. Вот. Опять-таки, по дополненной реальности. Да, все, как бы, абсолютно просто. Смотрим. Нам давно привычное, на всех телефонах уже существует, благодаря там последним разработкам, наверное, самсюга, Смотрим. Значит, что я понимаю, это дополненная реальность. Значит, что я понимаю по дополненной реальности? Это дополненная реальность. На физическую архивную игру, на медическую. На настоящую какую-то выкладываете за банки, на заполите, в шарах. Массовое применение там облегают. Облегают в цифровом фагментах. Выгрузите, сейчас, допускают, пристанное, где-то, сетилатом, за это стоит. Новый банк с дополненной реальностью, Если подпишись, то решим, что там у вас телефон находится в таком положении, что у нас есть камера, но это как-то доказывается по направлению конференции. Что-то такое, если не было, как салют-мат, потому что два года назад у нас был виден, где у нас есть решение, что это расстановление. В общем, все как бы нормально, уже никого в дополненной реальности не видел. Девайсы в дополненной реальности у нас, как правило, воспринимаются обычно телефоны. Дополненная реальность – телефон. Какие еще девайсы есть в дополненной реальности? Google Glass, да, окей. Что-нибудь еще? Google Lens, да, мы сейчас доберемся, спасибо. Что-нибудь еще? Да, абсолютно верно. Ну и кроме этого, машины. На самом деле, у BMW сейчас есть целый ряд автомобилей уже с дополненной реальностью. Там есть разные варианты проецированные на экране, но тем не менее. Многие автоприцермы выходят тоже на эту штуку и очень прикольно опубликовать приложения на телефоны, которые потом и дальше появляются уже на экранах ваших автомобилей. Еще один интересный термин называется MA, и это по-английски называется Merged Reality, а по-русски я не буду переводить, потому что дальше будет слой. Город réем, только вам Comerя взаимопедится. Самый ак histósten – успех нового х保отного огня Удаша – ученый Such ведущий Именно работters и меня так вы уже представляете это же летнике, на сцене, на пространстве очень коренальше спортивный народ Эта информация поставляет уже на такой форме церкви. Соответственно, как бы программа изучена данных вещей, состоятельных и тарифов. А мы накладываем реальность. И каким мы забудем, чем у вас. Тоже приятно. Очень приятно. Наслаждение. Наслаждение. Это очень приятно. У нас очень приятно. Солнечный маркетинговый предмет. У нас очень приятно. А плюс в комиссии. Особенность. Особенность. И все такие же. Такие звуки. У нас есть шлем. Поехали. Я не могу. У меня есть шлем. У меня есть шлем. Это разработка Intel, называется Project Alloy, который позволяет делать там все без нового кока. То есть вот все, что вам нужно для текущего, собственно говоря, такого Merged Reality варианта приложения, это вот такие вот шеи. Предыдущее видео как раз это было видео с листовки, по-моему, 18-го года, 17-го года. Есть всегда небольшая проблема, Intel закрыла этот проект. Вот, и, соответственно, Merged Reality сейчас может осуществляться только в той варианте, о которой я сказал. MacBook, шлем и по расставленному уровню, как бы, датчика, которая там в битыхе производится. Внезапно, есть еще одна расшифровка MR, Merged Reality. И тут, как правильно вы сказали, вот, к примеру, интернет-реальность, что делает, собственно говоря, интернет-реальность, Что делает, собственно говоря, интернет-реальность, и в ближайшее дело? Впечатление, впечатление. Когда стекло полностью посажено, на него сидит, в проекцию. Вот таким образом я считаю, что, в том числе, предусмотрено, что вы видите, что это не мост, когда вы видите, что происходит в проекте, а потом вы видите, что происходит на атаке, то есть вы видите, что происходит на атаке, плюс весь батчик, который создал в первом вот это пространство и, соответственно, как проект. Дальше добавляем, если это реальный, то для этого все это не рисунок, а если вам не будет, я открою это попал, то для вас интересный, важный, важный. Microsoft HoloLens. Иззывайся. Как уже сказали, есть Microsoft HoloLens. Причем сейчас все ждут MWC, Mobile World Congress, который будет, по-моему, в этом году опять, на котором Microsoft должна представить второй вариант своего этого девайса Microsoft HoloLens. У нас когда-то была возможность прописать, более того, мне даже давали этот член поиграться. Я на три дня сказал, что на проекте ребята, извините, я заболел. Я заболел, я возьму отпуск. Но я три дня всегда дома не вылазил. Разбирался с этим. Мне ему дали, но мне сказали, вот, хочешь, что хочешь, например. Ну, я там покорбелил кучу примеров, которые стандартно идут. Все очень просто. Допнет. Прекрасно все работает. Очень, очень крутая штука. Великолепно. То есть, ты ходишь по квартире, ты можешь развешивать какие-то там картину, ты можешь развешивать, где-то там вставить голограммы. У меня был кинозал в одной из словно, вот, ты ходишь туда и там, короче, висит виртуальный экран, на котором кто-то показывает. Обалденная штука. Вот эта модель, это первая модель, она уже не продается. Продажи закрылись в ноябре 18-го года. Стоимость у меня там была какая-то, примерно, типа, 3 тысячи долларов. И если вам нужен этот device, как Тьюз, грубо говоря, на нем запускается одно приложение, то вы собираетесь на этом зарабатывать деньги. У вас шлем тогда стоил 5 тысяч долларов. 3 тысячи долларов это только девятнадцатая версия. Если, допустим, какая-то коммерческая, любое коммерческое приведение, то есть вы хотите продавать программное обеспечение, которое будет запускаться на Microsoft Office, 5-6 баксов. Второй, как будет, тут, да? А, после сейчас. Второй игрок, это решение от компании LeepMosh, Magic League. Очень прикольная штука. Стоит там сильно дешевле, около, по-моему, 2 тысячи долларов. Это там 2-ка столь и тогда так. Работает она, да, кстати, предыдущая, наша прекрасная, внимательно работала, естественно, на линии. Есть Microsoft Holographics, такая операционная система, но на самом деле это корнинды, все подрядные, и там все прекрасно работает. Эта штука работает на LumenOS, какой-то LumenOS, не совсем понятный. Она очень мощная, там есть специальная инвидиевская железа. Там есть GPU с поставивными инограмми. Очень классно все считает, выглядит обалденно. и запустились они буквально в прошлом летом. В этом году, опять-таки, MWC ожидает еще одну версию Magic League. Кроме этого, эти друзья из компании LeepMosh они запустили такой интересный open-source проект, называется Nordstar. Что они сделали? Они выложили полностью все чертежи вот этого шлема, все спецификации, значит, спецификации экранов, спецификации лица, активистики лица. и сказали, что, в принципе, все это дело вы можете собрать за настоятельно за 100 долларов. Единственный момент в том, что вот это, вот этот девайс и вот этот девайс работают без компьютера. То есть вы надели и все, вам не нужен никакой компьютер. Все рендерикса на железе, которое здесь у них предоставлено. Для этого девайса нужно подключение к реальному компьютеру, который на котором уже будет запускаться все программное включение и рендерик. Соответственно, ничуть вроде бы как-то странно, но... А, и самое главное, в основе этого девайса лежит... Лежит, вот, на рендере показан, это Magic Leap. Такая маленькая штука, которая позволяет считывать движения рук, пальцев, настроить реальное время для модели руки. Leap Motion этот девайс продавала, она, по-моему, лет шесть уже подряд продает, там две версии не было, очень прикольная штука, можно делать просто структуру. Собственно говоря, что делают на этом North Star те люди, которые из исходников, так сказать, и спецификаций смогли собрать себе этот шлем? говорит, это вот следующий момент. Реально это же есть, с реальными очками, если, ну, тут, даже в принципе действительно, вот видите, вот этот цик, это, вот этого цика, это вот эти вот граны, и это стекло, на которое проецируется вообще дополненное изображение. Очень прикольная штука, то есть она детектит ваш стол, она запоминает, куда вы что повесили. Вот, она детектит глубину, видите, он заносит руку, и изображение полупрозрачное рендерится по верху. То есть, допустим, в шлемах мала бы быть ситуация, что вы руку ставите и больше ничего не имеете. Здесь есть глубину. Ну, более прикольный тренерчик. Это теннис. Как видите, ракетка физическая, стол настоящий, но мячик и оппонент играют с вами уже вот в этой мидшей триалити. При этом как бы, ну, там еще, в общем-то, есть звук, то есть, когда мячик играет, собирается оппонент, теперь он тягачит звук. И звук ударов об стол уже не будет. Вёрт. Вёрт. Это для сокращения негритационной реальности. Здесь мы, там, сильно долго останавливаться не будем, потому что, в принципе, все известно. игроков на рынке как бы много, там, наиболее известный это, по-моему, это, по-моему, соответственно, это две различных платформы. Платформа Opelos и платформа QC Life. Вот. Это разные операционные системы. Opelos работает только под Windows. QC Life работает на Windows и SteamOS. SteamOS это, ну, да, практически Linux, как бы, Linux для игровых машин Steam от компании. Тут, в общем-то, почему я вам рассказывал о всех этих параметрах, да. Имеет значение TPI, имеет значение Resolution, имеет значение Refresh Rate, имеет значение Key Sensor. В этих системах, в этих системах, и они, по своему принципу, имеют 6 степени свободы. Но для отслеживания перемещения, вот это вот старое, которое, ну, которые сейчас располагированы и сейчас продаются, они используют специальные, там, датчики. То есть, там, с Oculus'ом выставляется, вот такая вот слойчка, с HTC Live'ом, два таких, боксика, которые вы должны в своей комнате настроить, определенным образом провести систему, и после этого ваше перемещение внутри комнаты будет трекаться и относиться в этой комнате. PlayStation VR, традиционно, как бы, имеет очень большие отрасли на рынке, долго говорить про него не будем, он имеет три степени свободы, что нас интересует, собственно говоря. Ну и, в общем, как бы, все. Хотя, PSVR, он очень хорошую внес в линию, вообще, ради PSVR, после того, как Sony пришла на рынок виртуальных приложений, виртуальных игр, многие начали, о, Sony пришла, давайте. И это лишний раз отстегнуло VR от выбирания. Мобильный VR. Что такое мобильный VR? Да, это там традиционные линзы, традиционное какое-то программное обеспечение, вот здесь у нас на Unity стоит, на самом деле, там есть еще какие-то свои интерньюшки, и телефон. Вот. И, фактически, это, мобильный VR начался с Cardboard. То есть, Cardboard, как бы, Google запустила, по-моему, в 14-м году, или в 13-м, там даже, еще не помню. Он представил самую сведущую штуку, вы ее видели все. У вас есть шлем, вы вставляете телефон, телефон выступает в качестве, в качестве основного девайса, которого есть экран, который рендерит изображение. Он не сильно зашел, почему? Потому что плохие параметры графики, плохие параметры FPS приводили к тому, что программное обеспечение кошкило, и, соответственно, ФБ. Вот. Разные варианты были. Cardboard, тут же сейчас сильно не буду останавливаться, если кому-то будет интересно, потом расскажу. Единственное, что, может быть, Макдональдс когда-то делал очень прикольную штуку, в своих кабинетах они вставляли вот подарки, карфорные, с линзами. И, то есть, я покушал с ребенком, ребенку надел линзы, потом его к этой несчастной видео снимали, да? Ну, короче, ему стало не совсем хорошо, не нормально, он остался жив, здоров, но Макдональдс. Но Макдональдс, я очень люблю Макдональдс. Честное слово. Правда. Вот. Если не часто. Соответственно, ровно точно так же, там, большие и крупные компании, внести на этот рынок, NVR, со своими решениями, допустим, очень был популярен, сейчас популярен, NVR, для телефонов Samsung, он работает только с Samsung, они очень хитро там передают изображения, не все Samsung могут работать с этим шлемом. Платформа, опять-таки, есть что интересного, полос, три степени свободы, 8 долларов. Самая большая проблема мобильной виртуальной реальности была в том, что не было открытия дополнительных контролеров. Все, что вы могли делать внутри, вы делали взглядом. Вам нужно было открыть дверь, и вы смотрели в одну точку, и после этого, как бы там, что-то встречалось. Соответственно, следующее зрители получили контролер, который выглядит вот так вот, и вы, наверное, видели все гугл, да и гиги гиги, видели. Ну, собственно говоря, это ровно такой же, как бы, шлем, да, только к нему добавляется еще вот такой контролер. Вот он один в один, точно так вот выглядит. Сюда, опять-таки, сразу же быстренько вышел Самсунг Интервьюар, ровно все те же артистики, работая только с телефоном, но добавился контролер. И контролер, и сама платформа имеет три степени. Три степени в саду. Ну и, собственно говоря, самое интересное, да, то, что мы там сегодня наблюдали, это наборастный миллион вера. Чем он отличается от мобильного вера? Тем, что вам не нужен телефон. У вас все происходит внутри вот этого железа. Ну, мы сейчас доберемся конкретно до до гиги. Рынок достаточно большой, вышел Oculus Go, соответственно тоже три степени свободы Oculus Android. Внутри стоит Qualcomm 820 серии, он достаточно мощный, чтобы поддерживать рендеринг, но не такой мощный, как тут в этом железе. В этом году должен выйти Oculus Quest, и вот эта вот штука будет сильно интересна, потому что кроме того, что у нее два контроллера, два контроллера, она сама по себе шесть степени свободы, и оба этих контроллера тоже имеют шесть степени свободы. То есть вот, а кто сегодня пробовал этот шен? Отлично. Если вы заметили, вы не можете взять контроллер в руку и отодвинуть. Точнее, вы можете, но у вас и ты ничего не изменится. Потому что, условно говоря, ну там, как легко объяснить, как работает контроллер. У вас из груди, у вас торчит, я хотел сказать, как из куза, ну, по-не думали, да. Извините, типа, указатель, вы направляете, там несколько поворотов и все. У этого девайса, у него вот эти вот все штуковины, они детекаются, они переходят в мир. Причем, для этого девайса не нужны внешние сенсоры. Значит, как он работает? Вот это вот все, вот это вот, это маленькие камеры, которые в инфракрасном, скорее всего, в инфракрасном, на самом деле, на самом деле, на самом деле, детектят вот эти вот поверхности. Почему они кругли? Да, потому что нужно получать изображение изменения, и по, вот, коллизии изменения, они строят, плюс там, по акселерометам, которые есть, вот, они уже строят положение в пространстве и его ориентации. И вот это вот очень хорошая штука. Опять-таки, ну, сейчас идет, на самом деле, битва платформ. Окулус, Окулус борется со всеми остальными друзьями, которые присутствуют на рынке. И, соответственно, каким образом бороться? Да, нужен контент. Вот, к примеру, в этом году, компания Дисней, я сегодня рассказывала, про Кула, запускает сериал «Звездные войны» в актуальной реальности. И он будет доступен только вот на платформе Окулус. Во всех остальных нет. Придется покупать. Вайв Космос. Это тоже новый девайс, очень прикольный, на своей внутренней платформе HTC. Вообще, на самом деле, с HTC интересная история. Изначально, когда Daydream анонсировался, Daydream с ТМБО, в позапрошлом году. У него было два партнера. Компания Lenovo и компания HTC. И ближе к выходу самих девайсов в прошлом году, их показали в мае месяце на Google. HTC сказала, что, ребята, не, мы с вами не будем партнериться. мы выпустим свои свои очки на своей платформе. Которая тоже на андроиде, но она не использует ваш степ Daydream и соответственно, ну там скорее, я не знаю, я не уверен, но скорее всего, там были какие-то рецензионные споры. первый шлем такой от HTC, который должен был выходить на Daydream, он вышел на собственной платформе, но только в Китае. И на весь остальной мировой рынок он не попал. в Китае. в Китае. в Китае. И опять-таки, судя по камерам, и судя по вот вот этим вот фиксуркам, он будет работать, контроллер будет работать как шестередная свобода. в чем-то интересно, вот эти вот камеры боковые, они зачем нужны? Они нужны, чтобы детектировать вот это вот движение. Вот решения, которые от Oculus и от HTC, они детеклят полностью все. То есть модель, которая вам стилетно привлекает ваше предложение в конечном итоге, вот такое вот, вот такое вот, оно работает сто процентов. В камерах, которые основывают, определяют свое движение вот по вот этим лицам, вот это движение, оно детеклятся уже сапфаром. То есть камера не видит, что мы ушли, но мы замечаем, что по истории у нас шла рука назад, у нас еще остается ускорение внутри, как бы, контроллера, и таким образом мылился просор. Он мылился не так точно. Как вот, вот, на такие штуки. Ну и собственно говоря, Lenovo Mirage Solo, наш, до чего мы добрались до него, наконец-то. Внутри него снайпдэком 835-й диктограмм шипсер. Он достаточен база прошлогодней, но тем не менее, он мощный. Эта камера с шести степенями свободы для самого шлема. Детектит она перемещение вот вот этими двумя камерами. И с семья степенями свободы для джойстера. То есть, так называемая система 6.3. Есть система 3.3.6.3.6.6.6. Платформа здесь не Oculus, извините. Платформа здесь Google Дейберин. И все приложения остаются из из обычного ну, из, скажем, из Google Web Store. И, собственно говоря, если мы посмотрим на вот эти параметры, они больше, чем у старых Oculus и старых фиссивайнов. Что у нас должно было упасть сегодня, как бы, и я-то упал. по умолчанию по умолчанию в этом шлеме включен так называемый туман безопасности. И по умолчанию игрок имеет вокруг себя всего лишь один метр пространства. Вообще вот вокруг этого метра он может пользоваться. Я сейчас закончу видео, но это все мы увидим. сейчас вот шлем находится в режиме включенном. Ну, пример. Опять-таки, многие из вас сегодня уже попробовали шлем. То есть, видят, как работает этот сам джойстик, сам контроллер. Это у него сенсорная поверхность. Это так же да. Я чуть позже могу рассказать. Ну, собственно говоря, фок кнопка позиционирования экрана от рана. И, собственно говоря, самый прекрасный туман. Сейчас мы начнем двигаться. Изображение окажет, потому что я это записывал все вечером дома, чтобы не вехать в стул, который у меня там и в стену. Я приподнимал аккуратненько шлем и прибыль именно из-за этого. Ну, на самом деле, там еще, когда туман возникает, там показывается стрелка. Она не записана на видео, почему-то, я не знаю, почему система не пишет, но пишется стрелка, которая прямо показывает, что чувак, тебе назад нужно идти, тебе нужно влево вернуться, еще куда-нибудь. Вернись обратно в эту точку. Почему опять-таки это сделано? Потому что система просто детектит ваше перемещение. Эти камеры, которые здесь стоят, они не делают распознавание. Точнее, можно было бы сделать, но можно все самого делать, от них пока нет. Мы сейчас его отключим. Вот. Заодно посмотрим, как это делается. Делается это через настройки девайтер отчет, как бы это андроид девайс. У нас есть андроид параметры? Взяли? Ну да, это понятно. Любой телефон андроидовский можно перевести в режим разработки. Для этого нужно зайти в информацию системе, найти бюлд, так называемый параметр, ну там, бюлд какой-то, и пять раз в одном классе. После этого появляется дополнительное меню. Дополнительное меню, которое раскрывает кучу всяких разных подробностей. Мы сейчас, по-моему, в него залезем, если правильно помним. Или не залезем. А, вот эти вот окна, кстати, внутри можно очень хорошо двигать. Сейчас я его переместил, здесь на видео не будет видно, но если посмотреть, вниз, то у меня окно было вот таким вот образом, я его опустил вниз, стоя, мне просто было удобнее смотреть не вверх, а вниз, как бы, систему о том позадали. Это, как раз, developer options меню, куча, кстати, разных параметров, в том числе, вот есть вот Energyless Elite Graphics. Сейчас мы ее отключим, после этого нужно девайс сам перегрузить, и после этого мы можем абсолютно спокойно ходить внутри виртуального меню. Ну, как спокойно. С учетом того, что стены, предметы, жены, дети, собаки не показываются, то мы будем автоматически приподнимать, потому что может быть больно. Особенно если это, допустим, ну, у кого-то по-разному. Бета-фичи, кстати, да. Вот, система, которая нам позволяет передвигаться в пространстве, которая, в примере, называется Google Vault Sensing. Система прокидывает вот в любой из ваших движков в Unity, в Unreal, либо в SDK уже перемещение по оси Z, как бы, XY IT. То есть ничего не нужно там делать, там не специально API, и мы там ивентами получаем, нам на то, как мы идем, туда-сюда. Надо было сюда поставить музыку, потому что я испугался. Там, все, все, и, и, мне хватает этого, это, 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 и, собственно, движение. Вот, если привязываться к физике мира, внутреннему, так же, актуальному, то там, в общем-то, достаточно, ну, большое расстояние. Грубо говоря, чтобы вот снять этот ролик, мне внутри квартиры пришлось смыть из одной комнаты, там, парки через коридор, и зайти в другую комнату. Причем там есть, сейчас будет чуть дальше видно, одна интересная там особенность, что разработчики Google не планировали, что там люди будут спокойно, нормально ходить. Вот. Сейчас, дойдем. Опять-таки, почему вертается изображение? потому что я вот, аккуратненько, как бы, вечер, стены, жены. было интересно, что там в реке. В реке нет. Вот. Камешек, видите? Это, ну, на самом деле, это очень старый прием, который используется в компьютерных играх. Когда мы четко знаем, что пользователь может видеть только одну какую-то часть, да, ну, как он, условно говоря, как он собрали, а внутри них херами. Ну, потому что зачем нам брендерить все остальное, напрягать нашу GPU и так далее. Ну, и, собственно говоря, вот сюда. Ребята, видно там, были старые модельщики какие-то, которые знали, как правильно писать эффективные игры. А это, кстати, минимум, вид сзади. Что самое длительное в том, что он работает. Даже сзади, оно работает. Ну, и, наверное, а, Play Store еще, да. Как бы, опять-таки, ну, вы видели сегодня, уже пробовали, но если вы не видели, не пробовали, то, мы там еще до конца не были уверены, сможем ли мы подключить, принести и так далее. Да, 10 минут. Ну, ничего. Мы меньше зададим вопросов, но, мы больше посмотрим в мультиках. Короче, вся система взаимодействия с установкой приложений построена именно вот такими вот комнатами отдельно. Ну, в данном случае, пещера, да. То есть, каким образом вы выбираете приложение, каким образом вы его устанавливаете. Мир из часового камера. Опять-таки, многие из вас фотографировались, я эти части фотографий уже залил над членом, и многие из вас, как бы, видели себя. В чем, собственно, прикол? В этом году, в прошлом году, Google придумала новый формат, который я назвала VR 180. Смысл этого формата в том, что кроме изображения, как бы, вот, ну, самого изображения в голову, условно, что вам скажем так. Сама камера еще сохраняет в GPEG дополнительную информацию о людьми. И, условно говоря, у вас строится изображение, оно очень похоже на воксель. Знаете, что такое воксель? В воксе это первый пиксель, да. В пикселе есть x, y, в воксе есть еще z. И вот, кто может по этой штипе выставить. Ну, это нужно как бы тут, сейчас вам будем показать, как это выглядит. Из вещей интересных, да, вот фотографии сохраняются в JPEG, вот лично, и показывается изображение для белого глаза, а для правого глаза внутри JPEGа сохраняется медаинформация. И когда эта фотография показывается на устройстве, которое может воспроизводить именно 3D, информация берется и дальше делается вот такое трехклейненькое изображение. Если у вас этого нет, то обычно, ну, с искажениями так будет. Вот такая вот фигня. Ну, и там фотография, она более подробная. Это коллеги из сайта в сфотографии СБКР на новогоднюю картинку. Внутри, ну, опять-таки, вы фотографии там видели сегодня, но мы сейчас покажем еще. Да, вы заходите внутрь шлема, там есть предложение Google Photos. Сейчас его откроем. Давайте его откроем. Сейчас. Пробуем. В любом случае, вы фото видели. Если не видели, мы вам покажем, но просто, ну, гораздо проще посмотреть, как это будет. Гирилла, я успеваю. Mirage Solo. Прекрасное устройство. Это устройство на Android. Вы можете к нему подключиться. На него от Lenovo есть отдельная прошивка. Когда вы беседуете как разработчик Lenovo, то в Mirage Solo мы можем получить прошивку. Android весь, его перепрошить, как там оно нам нравится, как плавно, и выберемся на работе. Вот это вот, например, ну, опять-таки, там, наш единственный адрес разработчик, знаешь, что это такое, это, как бы, консоль. Я подключился через ADB, и фактически вот это вот я лажу по этой камере, там, вижу какие-то там параметры. Это обычная, именно сама камера, обычная Android Galaxy. Точнее, извините, это, это SolarShell, это выглядит как Galaxy Galaxy. Камера, камера выглядит следующим образом. Слишком, слишком много. Это камера. Опять-таки, если вы подключаете камеру к PC, берите вот такую структуру. И вот в папочке DCMI и ГАДСКО-8 ссадятся вот все вот эти вот GPG, которые аккуратненько потом можно перетащить на камеру, и дальше вы там увидите его. Если там в мапе или Windows, вы увидите вот эту разгадочную картинку левого глаза. Если вы загружаете там все дела на шею, то там получается верная картинка. Девеллока. Про девеллока очень кратко, буквально два слайда и все. Потому что, если вам интересно, кому не девеллоком поговорить, вы можете меня поймать, если будет до 15 дня. И до следующего утра в нашем прекрасном городе. Welcome в любой момент премии. Можем обсудить. Естественно, поддерживает Android. Но Android поддерживает пока что это все в отдельном бренче. То есть, соответственно, если вы ставите себе Android Studio для разработки, чтобы была поддержка для Девима, вам нужно скучать отдельную веку, ее перекомпинировать аккуратненько, получить себе редактор и дальше вы там работаете. В конечном итоге вы получаете VR-моб, убираете Девим, и у вас все прекрасно хорошо. В Unity все работает гораздо круче. Вы просто ставите необходимый плагин в Unity. И дальше у вас появляется в Virtual Reality System, появляется, например, там, допустим, Девим. Робо точно так же, там, Бор, есть уже и с коробки. Окулус нужно добавлять. Силит серый слайд. Там еще там будет. Или наставь. Опять-таки, программирование идет очень-очень просто. Вы просто собираете свой вид. Дальше там разрешиваете венки. Как в Unity, так и в Android. Не забудьте о том, какой у вас член. Не забудьте о том, какой до программирования. Как там все это дело рендерить. И когда вы заливаете ваше приложение на сам девайс, у вас получается вот этот плагин. Очень просто. Момент вхождения, там, крайне простой. Две или три недели, которые, вот, молодой человек, самый молодой у нас, может это абсолютно спокойно дома сделать. Я серьезно говорю. И нет никакого адреса. И еще одна интересная технология называется Daydream Surat. Те, кто запускал сегодня приложение по этой прекрасной дне, ведущей полезной битве, в игралах, могли наблюдать, что очень качественная, очень красивая игра. Это получается обладает на то, что сам Surat работает следующим образом. Вы загоняете сцену в 3D Max или в Maya, ставите этот плагин Surat. Говорите, что вот эта сцена должна отрегреться. И дальше движок собирает, условно говоря, набор картинок до разных позиций. Там не получается сделать совсем-совсем плавное движение, движение как по точкам. Но при этом для каждой точки у вас сделана очень качественная, отрендеренная картинка, плюс там еще есть способ выжать информацию. Это получается не такой уж там прям атомный шаг. Ну и, собственно говоря, что получается, если там умело это все дело предложить, это демка, которую показывали на этом швейне в прошлом году на Google Earth. Компания Industrial Lighting Magic, которая делает все спецэффекты для «Звездных войн», собственно говоря, собрала вот такой прекрасный уровень, это то ли «Звезда смерти», то ли там что-то еще, и тут как бы парни переключились. Ну и тут, собственно говоря, маленький ролик, который показывает, как они ее создавали. И, опять-таки, к сожалению, эта демка нигде недоступна, ее нельзя даже посмотреть. Но, скорее всего, вот в этом новом мобильном сериале, который будет выпускаться, скорее всего, они что-то результаты. Спасибо. 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 Продолжение следует...